Сегодня единственным легитимным органом является Совет Безопасности. Об этом на экстренном заседании гражданского общества заявил заместитель главы Совбеза Умирбек Суваналиев. По его словам, сейчас ведётся разъяснительная работа. Очень важно страну вернуть в правовое поле. Границы закрыты, захватчики понесут ответственность, сказал Суваналиев. Он также подчеркнул, что силовые органы остаются вне политики и готовы работать только в целях безопасности. «После всех событий произошёл моральный упадок. Силовых структур обвиняют в защите власти. Мы провели разъяснительную работу. Сейчас работа идёт в прежнем темпе. Охрана общественного порядка, борьба с экстремизмом и терроризмом. Весь контроль на моих плечах, так как это мои функциональные обязанности. Также хочу открыто выразиться, я не сторонник той или иной партии. Мы вне политики. Мы только работаем для стабилизации ситуации». Страшной назвала сложившуюся ситуацию активистка Чолпун Джакупова. По её словам, что власть падёт так быстро, не ожидал никто. В стране нет единства. Обусловлено это тем, что революционеры, активисты и политики разделились на два основных лагеря. Одни хотят восстановить президентскую систему, другие – отстоять парламентскую. Как отметила Джакупова, сейчас основная задача гражданского общества – легимитизировать структуры и обеспечить безопасность. «Давайте люстрировать вот это всё. Но правоохранительные органы не трогать. Они должны работать. И Минздрав, потому что у нас пандемия. Хотя бы вот этих двух мы не должны трогать. И когда мы в лозунгами выходим и в социальные сети и так далее, давайте всё-таки быть очень критичными со своими выходами в публичное пространство. Я не могу запретить. Мы все в одинаковом. Я просто призываю к ответственности». Участники заседания подчеркнули, что несмотря на сложившуюся ситуацию в стране, коронавирусная инфекция снова набирает силу. Только за сутки ею заразились 245 граждан. По словам эксперта Айбара Султангазиева, больницы, предназначенные для приёма пациентов с коронавирусом, переполнены. Он отметил необходимость открывать дополнительные места, а также активизировать работы по соблюдению санитарных норм. «У нас есть 10 дней, может быть, максимум, для того, чтобы привезти, запустить банки, платежи и так далее, чтобы система была готова к приёму больных и принимала. То, что сейчас есть на складах, оно может закончиться. Извне не могут сейчас поступать грузы, потому что остановлены все платежи. И в стране опять могут истощиться запасы лекарств. То есть, вот это всё может привести к ещё более серьёзной катастрофе, чем даже происходящие события». Всего на экстренном заседании собралось более 70 человек. На повестке три вопроса – как перейти в правовое русло, обсудить безопасность и иллюстрацию. Однако в целях безопасности гражданский форум пришлось прервать. По словам некоторых участников, к месту проведения форума начали стягиваться неизвестные лица. Отель, где собрались гражданские активисты, попросил участников покинуть помещение.